Самарская область продолжает готовиться к выборам. 8, 9, 10 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях депутатов в представительные органы власти. На расширенном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году члены штаба подвели промежуточные итоги своей работы. В заседании штаба приняли участие представители политических партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Новые люди», КПРФ Демократической партии России. Приглашенными гостями стали федеральные эксперты, специализирующиеся на ведении общественного мониторинга за выборами. Это Александр Брод, председатель ассоциации НОМ, Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Эксперты обратили внимание на то, что выборы в Самарской области всегда проходят динамично и конкурентно. И общая тенденция роста гражданской активности россиян ощутима в нашем регионе. Это касается избирательного процесса в том числе. Более профессионализируется наше сообщество, наблюдатели станут более компетентными. Сегодня мы уже говорим с гордостью о том, что через нашу программу, программу обучения Ассоциации независимого общественного мониторинга совместно с Общественной палатой Российской Федерации, проходит более 100 тысяч человек. Соответственно, в преддверии федеральной кампании это количество кратно увеличивается. Мой опыт мониторинга позапрошлым году на выборы в Госдуму и области показал, что общественный штаб, который руководил Галина Юрьевна Николаева, это хорошая профессиональная, но общественная работа. Я думаю, что в этом году будет не хуже, а лучше. Общественный мониторинг за выборами в регионах будет вестись и на федеральном уровне. Информация о ходе голосования через региональный штаб будет поступать в Ассоциацию независимый общественный мониторинг. Фото-видеоматериалы с избирательных участков будут доступны на карте сообщений на портале Ассоциации. Фото-видеоматериалы о ходе голосования, о подготовленности избирательных участков, об уровне квалификации членов участковых избирательных комиссий, наличии необходимых информационных материалов, о явке и так далее. В случае возникновения каких-то вопросов мы будем консультировать наших коллег, и все материалы, поступающие из региона, комментарии экспертов, будут размещаться на нашем портале и предоставляться широкому кругу общественности и экспертов. На сегодняшний день обучение прошли порядка двух тысяч независимых наблюдателей. Это активные неравнодушные граждане, достигшие 18 лет. После обучения наблюдателям выдается направление на избирательный участок. Высокий интерес граждан к независимому общественному наблюдению позитивно сказывается на всей избирательной кампании. В этом проявляется определенная консолидация общества в силу понятных причин. И мы не видим таких всплесков, каких-то грязных технологий. Я вспомню и прошлые годы, когда еще не было общественного независимого наблюдения. Общественной палаты даже не было. Мы все хорошо помним, с чем мы сталкивались на выборах, когда было видно, что кто-то кого-то просто обливает грязью. В данной ситуации мы этого не наблюдаем. На заседании штаба подвели первые итоги работы горячей линии. Она начала функционировать 9 августа. В ежедневном режиме с 10 до 17 часов специалисты обрабатывают обращения граждан о ходе избирательной кампании. В адрес горячей линии поступают и вопросы социально-бытового характера. С каждыми выборами запросы от избирателей, запросов становится меньше и меньше. На мой взгляд, это работа власти, хороший работа, показатель. Поскольку раньше, если в 2009 году порядка 600 запросов было от избирателей, и половина из них касались социально-бытовых вопросов, то на сегодня тоже половина из 52 на сегодняшний день запросов от избирателей. 23 касаются избирательного права и 23 касаются социально-бытовых вопросов. В этом году в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.